Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Причины временного поражения социализма в СССР». Считает лекцию секретарь Ленинградского комитета РКРФ и Родфронта Степан Сергеевич Малецов. Пожалуйста. Здравствуйте. Сама тема, ее постановка «Причины временного поражения социализма в СССР» она очень важна для понимания, для осознания. Потому что без ответа на эти вопросы мы не можем двигаться дальше. Мы должны понять, в чем состоят причины поражения. В неправильности теории марксизма-ленинизма, как пытаются навязать нам это мнение буржуазии и ее идеологии. Может быть, это в каком-то заговоре, в происке внешних сил есть такие теории. Или это все-таки результат наших собственных внутренних ошибок, политических, экономических, теоретических, в том числе связанных с отступлением от теории марксизма-ленинизма. То есть мы пойдем по третьему пути. При этом для понимания причин временного поражения социализма мы должны для себя четко представлять и понимать всю историю борьбы российского рабочего класса за социализм. Без этого нам, так сказать, в полном объеме вот эти причины не понять, не осмыслить. Прежде всего, под социализмом мы будем понимать первую фазу коммунистической формации. То есть это такое общественное устройство, где целью общественного производства является обеспечение полного благосостояния и всестороннего свободного развития всех членов общества. То есть вот, что такое социализм. Мы знаем, что социализм идет на смену капитализма. Но идет не сам по себе. Вот мы сидим, ждем, раз и не наступает. Надо просто выждать. Он идет в ходе ожесточенной классовой борьбы. В ходе совершения социалистической революции. Столетие которой мы будем отмечать как раз в этом году. Значит, сто лет назад российский рабочий класс взял власть в свои руки и установил вместо диктатуры буржуазии диктатуру пролетариата. Диктатура пролетариата – это вообще краеугольный камень марксизма-ленинизма. Потому что с взятием власти классы не исчезают сами по себе, не растворяются на следующий же день. То есть требуется определенный исторический период времени для уничтожения классов. И вот этот период, форма власти, которая осуществляется, есть диктатура пролетариата. Вот здесь первое, так сказать, наше расхождение с буржуазными различными течениями насчет социализма – это как раз с анархо-коммунизмом. Которые говорят о взрыве государства, что на следующий же день наступает самоорганизация, солидарность, и общество как-то создает артели и начинает функционировать в таком режиме без государства. Практически Маркс и Энгельс отмечали еще, что в XIX веке, когда анархисты вели за собой революционные массы пролетариата и брали на время власть, они были вынуждены в силу обстоятельств практически делать прямо противоположное тому, что теоретически они заявляли и утверждали. Итак, диктатура пролетариата, которая решает четыре основные задачи. Первое – это свернуть буржуазию и отразить попытки реванша, которые идут со стороны внутренней буржуазии и внешней. Вы знаете, да, что началась гражданская война в Советской России, и иностранная интервенция была осуществлена иностранными государствами. То есть была попытка как раз классово, международного, надо сказать, буржуазного капитала, международного капитала восстановить власть буржуазии на тот период. Поэтому задача, значит, отразить агрессию. Ну и даже после этого все равно классовая борьба продолжается, но в других формах. Более-менее даже когда пролетарская литература укрепляется. Другая важная задача – это привлечь на свою сторону мелкобуржуазные слои трудящихся, заключить с ними союз на условиях рабочего класса. Мы потом рассмотрим это немножко более подробно. Ну, важная экономическая задача – это наладить социалистическое производство и распределение продуктов. Ну и последнее – это вовлекать поголовно всех трудящихся в управление государством, вплоть до полного отмирания государства. То есть приобщать к общественному самоуправлению, или учить их этому. Вот такие четыре задачи. Значит, ну это теоретически. Как практически эти задачи, эти функции решить? Прежде всего нам нужно подумать о политическом устройстве общества, государства, диктатуры пролетариата. Что оно из себя представляет? Значит, в ходе борьбы российский рабочий класс нашел эту форму. Форму государственного осуществления диктатуры пролетариата. Государственная форма осуществления этой диктатуры. Это советы рабочих и солдатских вначале возникло, позже беднейшего крестьянства депутатов. Почему советы? Такая форма. Потому что она оказалась наиболее устойчива, как показала практика. Она опирается на объективную реальность, организованность людей во время труда, общественного труда. Все трудящиеся, они охвачены. Поэтому это советы самая массовая организация. Трудящиеся. Все работают, трудящиеся. Они охвачены производством. Самая массовая организация. Именно трудящихся. Я не говорю о других классах и словах. Она, значит, самая массовая. Более массовых форм нет. Поэтому советы наиболее оказались устойчивы, которые те, которые родились в борьбе за власть. Основной принцип формирования советской власти исторически, это выборы по производственному принципу, то есть выдвижение депутатов непосредственно на производствах. И дальше формирование единой структуры государственной на основе вот этих вот советов. Для того, чтобы, поскольку рабочий класс составляет не большинство населения, чтобы обеспечить диктатуру рабочего класса, существовали разные нормы представительства. Давайте его перезагрузим. Со стороны промышленных рабочих. Одна норма представительства совета со стороны беднейшего крестьянства, это большинство населения России, она была другая. В результате оказывалось преимущество по количеству депутатских мандатов в пользу рабочего класса. Вот таким образом учислялось, который рабочего класса. Значит, эта форма советская, она была закреплена в законах. Советская форма. Другие организации рабочего класса, их роль в системе диктатуры пролетариат. Профсоюзы, например, да? Профсоюзы тоже массовая организация, трудящиеся. И во времена капиталистического устройства общества профсоюзы организовали рабочий класс на борьбу экономическую против своего хозяина. Ну, в том числе и на политическую борьбу тоже. Если руководство возглавлялось большевиками, то есть была какая-то партийная позиция, партийное понимание. Профсоюзы при социализме и при власти рабочего класса их роль немножко становится другой. Если раньше борьба за заработную плату, то теперь рабочий класс находится в власти. Против кого он должен бороться и за какую заработную плату? Если социалистический сектор экономики, каждое предприятие начнет бороться за заработную плату, продукт начнет перетягивать, общественный продукт каждый сам на себя, это не годится. То есть это неправильно. Поэтому роли функции при профсоюзах, при социализме, они другие. То есть это задача как раз организовать социалистическое строительство, социалистическое соревнование, быт, следить за бытом, ну и привлекать к управлению, выявлять активных кадров, привлекать к управлению на производстве, и выдвигать в Советы и прочее в органы государственной власти. Мы тоже об этом немножко поговорим. Есть другие массовые организации, это кооперация, на которую нужна была операция, и союзы молодежи. Очень значительна роль партии в системе диктатуры пролетариата. Партия – это лучшая форма организации пролетариата, его авангард. Как осуществляет партия руководство этим процессом строительства коммунизма? Прежде всего через убеждение класса, на доверие класса, через работу вместе с классом в государственных структурах. Не секрет, что руководителями Советов, как правило, были, сами по себе Советы – это беспартийная структура, но руководящие посты, как правило, занимали члены партии. И через это удавалось убеждать и проводить линию партии, через убеждение. Некоторые говорят о том, что диктатура пролетариата подразумевает диктатуру партии. И якобы у нас в Советском Союзе была произведена подмена и вместо диктатуры пролетариата была диктатура партии. Это неправильно, потому что диктатура, она опирается на насилие. На насилие. Диктатура пролетариата, значит, понятно, да? Это насилие пролетариата над буржуазными классами. А что такое диктатура партии? Над кем насилие? Над каким классом? Над пролетариатом, над рабочим классом насилие. Ну, как может группа небольшая людей осуществлять насилие над классом? Революционным классом, который только что не спроверг буржуазию, взял власть в руки и над ним осуществляется какое-то насилие, игранное в интересах кого? В интересах какого класса осуществляется это насилие? В интересах буржуазного класса? То есть получается какая-то ерунда. Диктатура партии, то, что употреблял Ленин, всегда брал в кавычки эти слова, подразумевает, что никаких других партий в этой системе быть не может, кроме одной партии. Почему? Потому что в буржуазном обществе плюрализм. У нас много классов, сословий, течений внутри классов. И вот все это многообразие выражается в политических партиях. При построении социализма, в принципе, главенствующий, у нас один рабочий класс, должна быть только одна его партия. Партия рабочего класса. Диктатура партии, это диктатура как раз партии рабочего класса над остальными партиями. Это форма диктатуры. То же самое аргументно относится и к диктатуре вождя. Диктатура партии, диктатура вождя. Многие говорят о том, что социализм закончился, потому что была не диктатура пролетариата, не власть рабочего класса, а диктатура вождя Сталина. То есть, опять же, один человек осуществляет насилие над целым классом революционным. В действительности, только убеждением, только на доверие можно было решать те грандиозные задачи, в то время, которые стояли на пути строительства социализма. В начале убеждения, когда основная масса рабочего класса включилась в этот процесс, и есть какие-то отстающие, по отношению к ним можно допускать какие-то элементы принуждения. По отношению к отстающим, когда вся масса пошла. Если вся масса не пошла, то ее не заставишь ничем сдвинуться с места. Поэтому здесь роль партии сводится именно к выработке революционной теории, к руководству, к направлению всей вот этой многообразии вот этих форм и структур рабочего класса в достижении одной цели. Без революционной теории не может быть движения вперед. Но причем в революционной теории вырабатывается партия. Она не вырабатывается как наука, физика, например. Собрались академики, академию наук образовали, и вот проводят эксперименты, двигают, развивают это направление. Нельзя марксизм создать институт, поручить профессорам заниматься теорией марксизма, а мы будем выполнять все рекомендации науки. Почему? Потому что это понимаете, это классовое мировоззрение, теория класса. Пока есть классы, каждый класс будет вырабатывать свое мировоззрение, которое будет усиливать и упрощнять его положение. Интеллигенция, профессора, если их оставить, как социальные группы, поручить им заниматься теорией, какую теорию они будут в конечном итоге выдавать. Ту теорию, которая соответствует их материальному положению, закреплять его в целом. Есть отдельные элементы, которые, конечно, будут стоять двигать, но в целом. И потом нет практики, поэтому теорию выполняет парк, может развивать только парк. Никакие институты, они носят вспомогательный характер, и профессора тоже в этом вопросе носят вспомогательный характер. Следующее, вот мы рассмотрели классовую, как идет борьба классов, диктатура пролетариата, как рождается государство с точки зрения классового состава. Есть еще и национальный состав. Есть нации угнетающие, нации угнетенные. И после совершения социалистической революции, вот эти отношения между нациями, все равно силой привычки, силой недовольства со стороны угнетаемой нации в отношении угнетающей, они все равно остаются, никуда не исчезают. Как здесь быть? Достаточно простой рецепт здесь. Рабочий класс угнетающей нации, в данном случае это великороссы, выступает за полную свободу самоопределения нации вплоть до отделения. А рабочий класс угнетаемой нации, это, например, украинский пролетариат, средняя и прочее, они выступают наоборот, за объединение, потому что это выгодно всем. Вот при этом возможно долговременный союз. поэтому внутри Российской России было установлено федеративное устройство, как добровольное объединение народностей, которые входили в состав Российской империи, ну и Советский Союз, как форма между различными нациями, которые образовывали самостоятельные государства, социалистическими, тоже, ведущими по пути строительства социализма, где связаны которые пролетариаты. Такая форма была закреплена и хотя название было социалистический, Советский Социалистический Союз, понятно, что они на тот момент еще не были социалистическими, это было намерение строить социализм. Само по себе еще был переходный период. Вот здесь мы подходим ко второму условию строительства социализма. Первое у нас это советская власть, первое условие, некоторое пролетариата в форме советской власти. И по своему политическому содержанию Великая Октябрьская социалистическая революция была советской революцией. Мы это отмечаем. Второе условие это необходимый базис для построения социализма. Социализм он требует самой совершенной капиталистической техники, которая может создать капитализм. Потому что это следующий строй базируется на машинной индустрии. Было ли это в советской России вот эти условия? То есть политически взять власть была экономически условий не было. Экономические условия сложились в Германии. Ленин отмечал, что две половинки здесь политические в России власть в Германии. Государственный монополистический капитализм, который там был. Если бы победил пролетарий Германии, то безболезненно можно было бы более легкими способами, темпами построить социализм. Но в России это было крайне сложно. Почему? Потому что в экономике на тот момент существовало пять экономических укладок. Патриархальный натуральное хозяйство не имел такой решающей роли в экономике, просто отмечаю. Мелкотоварное производство это большинство крестьян. Россия была страной крестьянской, большинство населения принадлежало к этому классу. Честно собственническое производство и госкапитализм и социализм. Что такое госкапитализм? Здесь понятно частно собственническое это частное производство обычное бюджетное госкапитализм. Ленин понимал под этим это госкапитализм. Это подконтрольные государства, частные предприятия, частная торговля, которые подчинялись законам советского государства, но при этом были владели частной собственности. это государственная монополия цен на хлеб, монополия на внешнюю торговлю и прочее. Госкапитализм. Социалистический секта это экспроприированные предприятия, находящиеся непосредственно в руках государства, где нужно было организовать производство. К 20 году, мы все говоря, за время гражданской войны, первой империалистической войны и гражданской войны экономика России пришла упадать. Промышленное производство снизилось в 7 раз, производство хлеба составляло 67% от довоенного уровня. Представляете, вот это все нужно запустить. Согласно этим укладам, надо рассмотреть классовую структуру общества в разные годы. Это до революции. Что из себя представляла Россия, ну и сразу после революции. Вот это сразу я делаю оговорки, вот это статистические данные, они современные, видимо, составленные в период, так сказать, Брежнева. Поэтому вот здесь вот эти цифры объединяют рабочих и служащих, то есть рабочих и интеллигенцию. вот здесь. Хотя мы знаем, что интеллигенция по своему положению, она отличается от рабочего класса. И скажем, в 13-м году вот эта интеллигенция, она была буржуазной интеллигенцией. Она была на стороне, вообще говоря, буржуазии, выступала против рабочего класса, за отдельными исключениями. Поэтому здесь вот, когда мы говорим о том, что рабочих и служащих было 17% в 13-м году, надо понимать, что одна треть приблизительно это интеллигенция. Она хоть и пролетарская по положению, нет у них средств производства, тем не менее, по образу мыслей, по своему поведению она относится к буржуазии и по образу жизни. 17% это пролетариат. Значит, ему противостоять крупная буржуазия, помещики, чиновники, духовенства, 2,4% всего лишь. Понимаете? То есть это небольшая часть. но была огромная часть вот эта мелкобуржуазная. Это крестьянский класс в основном. 33% это полупролетарии, это беднота хостерская. 28% это мелкие хозяйчики, в основном середняки, ну, такие-то мелкие торговцы. И 18% это крупные хаяцники, это кулаки, различные участники, буржуазия более мелкого, пошиба, средний, как я сейчас называю. 18% и вот свергли власть крупной буржуазии и помещиков, царя. Но вот эта вот волна, в смысле, вот эта вот стихия, да, мелкобуржуазная, она могла захлестнуть революцию. Она не подчинялась пролетарским законам. Во время войны многие накопили деньги, несколько миллиардов рублей. они были неучтенными. Вот они занимались спекуляцией хлеба и прочих товаров. И объективно всей своей хозяйственной деятельностью они выступали на возрождение власти буржуазии. Как наладить производство при такой угрозе с каким-то социальным составом? И вот здесь было принято правильное направление. Это от политики военного коммунизма перешли к новой экономической политике в этот момент после 21 года или в 20 году. В этот период наступил НЭП. Что значит НЭП? Это как говорили классики наши это в определенном смысле отступление. То есть мы даем свободу частной торговле против разверстку то есть против налогом заменяем и лишние хлеба которые можно продавать на рынке. Но при этом мы регулируем сами цены монополию цен выдерживаем то есть в известных пределах и развиваем социалистический сектор. Те элементы буржуазии которые согласны перейти на сторону пролетариата у них значит давали возможность развернуть им производство с последующим выкупом на условиях советского государства. В чем выгода? Выгода в том что банковское дело находилось в руках пролетариата. те средства которые были на руках они сдавались в банки они во-первых становились подконтрольными их легко можно было потом обобществить эти средства и важно в чьих руках находится капитал то есть кто пользуется теми деньгами которые находятся на хранении то есть буржуазия принесла и положила в советский банк в инду а в советский банк их использовала для развития социалистического сектора при этом что происходило происходило что социалистический сектор растет значительно быстрее чем частный поэтому отступление это или что в известном смысле слова это отступление почему потому что вместе с ростом капиталистических элементов нефманов росла его сила и желание забоевать и политическое представительство государства пытаться развернуть процесс в обратную сторону партия была одна коммунистическая партия и понятно что эти слои эти классы они направляли своих представителей в партию или использовали тех колеблющих элементов которые находились не только в партии но и во всем советском аппарате политика дала определенный результат политика металл 26 году промышленность и сельское хозяйство были соответствовали довоенным уровнем 1913 год это наивысший рассвет промышленности царской России 26 году по основным показателям мы достигли тех же самых показателей и встал вопрос о строительстве социализма можно ли построить социализм или нет до сих пор он не ставил вот в этом значит он встал некоторые здесь тоже разногласия были очень большие кто выступал против возможности построения социализма понятно в экономических интересах это в общем-то вот этих классов буржуазных эксплуатологических классов кулаков и буржуазии как отечественной так и импортной поэтому дискуссия это была очень жесткая партия вплоть до того что те товарищи которые выступали за невозможность построения социализма оказываясь в меньшинстве не сдавались начинали организовывать всякие различные демонстрации поддержку своих требований у них появились нелегальные типографии где они печатали различные листовки была самая настоящая борьба вот в этот период не просто так все шло через классовую борьбу но победила линия на то что социализм в отдельно взятой стране построить можно можно но будет ли эта победа окончательной и бесповоротной здесь здесь был дан ответ что пока сохраняется империалистическое окружение что пока еще социалистическая революция не победила в развитых империалистических стран не исключен рецидив и откат то есть не является победа социализма окончательной и бесповоротной строить можно но победа нельзя гарантировать ее окончательно значит в 28 году когда был принят курс на строительство социализма на индустриализацию классовый состав соответствовал вот этим цифрам 17% это рабочие служащие то есть мы восстановились 3,9% 2,9% это колхозники и 75% это единоличники нэпманы и кулаки составляли 4,6% на тот момент то есть основное вот это крестьянство это как говорил Ленин последний капиталистический класс крестьянства потому что оно имеет в собственности свои средства производства по неволе из своей среды ведя такое хозяйство оно порождает капитализм в то же время они трудящиеся не являются объективно союзниками здесь нужна была правильная политика в отношении крестьянства потому что само по себе оно неоднородно оно состоит из бедноты как мы видели из середняков и зажиточных из кулаков политика была союз опорами бедноту союз бедняком на условиях рабочего класса и борьба с кулаком был взят значит на индустриализацию без этого никак где взять деньги на индустриализацию страны во-первых сама по себе плановая экономика дает возможность экономить во-вторых когда эксплуататорское устройство общества то для личного потребления класс собственников средств производства потребляют достаточно много средств в Сасской России было посчитано порядка 50% добавочной стоимости потребляли помещики в буржуазии ну и мучий класс 50% здесь при социалистическом устройстве вся добавочная стоимость идет на строительство опять запускается производство поэтому мы получаем очень большую большую возможность большими шагами идти вперед в деле индустриализации мы помним формулу Владимира Ильича Ленина что социализм есть советская власть плюс электрификация страны помним да очень важно вот с 28 по по 39 год производство электроэнергии выросло в 10 раз был гигантский просто прорыв наш лед и к 39 году мы видим что социалистический сектор экономики окончательно вытеснил все остальные уклады что отражается в том числе и на классовом составе общества в 39 году 50% рабочие служащие это уже советская интеллигенция не буржуазная как царская советская интеллигенция 50% и 47 колхозов 3% единоличников только оставалось перед войной некоторые товарищи начинают критиковать что вот это в 39 году был построен госкапитализм можно с ними согласиться или что это было госкапитализм еще раз мы говорим о том что это тот уклад который объективно присутствовал и который был вынужден поддерживать потому что он боролся с многобуржуазной стихией то есть он под собой подразумевает наличие частной собственности на средства производства и соответственно классовая структура этому способу производства в данном случае мы видим что есть только одна социалистическая собственность на средства производства другой нет нет других классов и говорить о государственном капитализме при этих условиях это неправильно в области то есть это мы говорим о том что 39 году закончился переходный период построения социализма и социализм был построен с 39 года дальше мы знаем историю нашей страны Великой Отечественной войны это опять разруха следующее опять восстановление причем Советский Союз устоял и победил и разгромил самого сильного эмпиристического врага который буквально за считанные месяцы покорил Западную Европу буржуазные страны но не смог победить Советский Союз к 1978 году классовая структура общества была 85% рабочие служащие 15% колхозных все окончательно мы видим как она меняется то есть вроде социализма в нужном направлении однако по факту социализм потерпел поражение почему в чем причины и где ошибки мы подошли собственно к главному причины и ошибки содержатся в программе нашей партии РКРП в более развернутом виде в специальном докладе Центрального комитета Российской Коммунистической Рабочей Партии который подготовлен для международной встречи которая пройдет в августе месяца посвященная столетия Великого Октября приедут туда представители более 50 партий этот доклад в настоящее время находится в печати будет издан специальной брошюрой вероятно между всем его познакомиться посмотреть почитать причины причины условно можно разбить на три группы как класса борьба теоретические ошибки экономические ошибки политические начнем с теоретических 56-й год 20-й съезд партии после смерти Сталина группировка Хрущева пришла к власти в партии мы помним эту борьбу которая шла в 20-30-х годах я вам немножко говорю побеждала тогда сталинская линия большевистская линия но после его смерти в власти пришел группировка Хрущева которая на 20-м съезде выступила с докладом поручищем предыдущие заслуги и поставила под сомнение правильность пути пройденного и сделала заявку на пересмотр основных теоретических положений марксизма просто заявку сделала сама сама программа была принята на 22-м съезде в 61-м году где произошел отказ от краеугольного камня марксизма как я говорил отказ от диктатуры пролетаря программы документов было записано что поскольку в нашей стране наступила окончательная победа социализма окончательная бесповоротная мы говорили о том что бесповоротный пока сохраняется интервистическое окружение говорить неправильно тем не менее они заявили бесповоротный окончательно побили социализмом значит классовая борьба закончилась классов больше нет и поэтому государство становится не диктатурой пролетариата общенародным и написали можно можно с этим согласиться нет почему во первых классы остались Виктор Иванович на прошлом занятии говорил что классов не было но мы только что с вами видели что было два класса рабочий класс и колхозное крестьянство были еще социальные слои и были еще представители тех классов они хоть и по своему материальному положению не владели средствами производства но психологически они себя ощущали хозяевами которых ограбили и прочее и прочее и мечтали вернуть повернуть теперь процесс поэтому говорить о том что классовая борьба исчезла все это сказать можно сказать снимать лозунги которые пролетариата нельзя потом что такое общенародное государство государство это орудие классового господства если народ классовых различий больше нет мы говорим все единый народ тогда никакого государства оно исчезает не может быть вообще народного государства это коммунизм все если есть классы есть классовые различия значит государство какого класса поэтому это теоретически ошибочно и неверно второе мы говорили о том что целью социалистического производства является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества программе было записано что про развитие вообще слов речи неслов а перед целью производства провозглашалось обеспечение благосостояния членов общества не всех а просто членов общества это абстрактных может быть некоторые части общества капитализм тоже обеспечивает благосостояние только членов общества только не всех какой-то части и здесь то же самое они приблизительно написали это две теоретические ошибки то есть подмена произошла цели социалистического производства отказ от диктатуры пролетариата подмена цели социалистического производства можно еще сказать 1986 год 27 это уже Горбачев он пошел дальше и сказал что наступил период приоритета общечеловеческих ценностей над всеми остальными мы стоим на грани таких вызовов что классовые противоречия они отходят и отступают на второй план теперь у нас общая цель у всех не только внутри нашего государства между классами и слоями но и внутри в международной арене между социалистическим лагерем и империалистическим поэтому надо выстраивать отношения с империалистическими государствами на основе приоритета человеческих ценностей то есть понятно что это не соответствует действительности да что любое государство мы видим он инпериалистическим государством старается реализовать свои интересы через всеми способами и средствами для получения большего пирога вокруг этого и идет борьба на все остальное наплевать экономические ошибки значит 58-й год мы говорили о том что хотя устройство было союзное вроде отдельные государства тем не менее управление всей экономикой оно было централизовано все подчинялось союзным министерствам Крущев в 58-м году ввел сортнорхозы это что такое это организация которые создавались в республиках местного такого значения которые начинали определять что производить в каком количестве и то что они планировали они давали наверх министерства которые становились по сути дела статистами к чему это привело это привело к разбалансированию всего народного хозяйственного комплекса вот этой затеи Хрущева впоследствии в 67-м году от меня отказались опять ввели министерства но министерства не те которые были при Сталине а какие-то уже немножко другие другими функциями и полномочиями то есть такого возврата уже не было вот в этот период когда вводили сортнорхозы нашло отражение в том числе и в художественном кино Владимир Федорович Григорьев рассказывает вот типичный пример там есть какой-то фильм я сам не смотрел плывет баржа с кирпичами силикатными ну и между собой говорят вот типа везем за сотни верст в то время когда вот здесь своя глина есть можно было организовать производство здесь верные друзья да типа какие дураки там наверху сидят как они неправильно планируют верные друзья знаете да а ну чтобы организовать производство кирпича нужно подумать о чем об энергоносителях о трудовых ресурсах потом какой объем тут ну нужен кирпича производительность этой фабрики то есть надо учесть все обстоятельства потребность кирпича в других местах то есть все надо понимаете владеть всей информацией а не местечковыми какими-то взглядами поэтому вот вот эти савнархозы они нанесли колоссальный вред значит единому управлению и планированию народно-хозяйственного комплекса 65-й год тоже при Брежневе экономические реформы кирпича называют при Сталине сталинская экономика предприятия ориентировались на снижение себестоимости продукции здесь мы вернемся опять к роли профсоюзов была такая дискуссия между сторонниками что профсоюзы должны и при диктатуре пролетариата бороться за повышение заработной платы для своих работников Киров который здесь у нас был возглавлял он выступая пытался объяснить товарищам что проблему надо решать с другого конца это неправильно бороться за повышение заработной платы нужно бороться за снижение цены розничных цены вот в этом и путь благосостоян потому что от каких-то групповых интересов мы переходим к решению к улучшению своего положения через решение общих предстоящих задач мы все заинтересованы это более глубокая общая задача и представление деятельность предприятия оценивало снижение себестоимости продукции мы знаем что цены действительно снижались и улучшилось благосостояние людей значит здесь в 65 году были введены критерии увеличения стоимости реализации продукции и прибыль под критерием хорошо предприятие отработало или нет задавались эти параметры к чему это вело это вело к тому что предприятия начинали бороться за повышение цен на свою продукцию увеличивает цен цен к росту цен приводило к инфляции это начало приводить к дефициту а что такое дефицит если есть дефицит значит возникает всегда теневая экономика прежде всего в торговле дефицит в очереди распределение товара ограничено товара всем не хватает продавцы которые стоят на распределении начинают его придерживать получать за это деньги продавать черного хода и прочее плюс производство начинает возникать поскольку есть потребность в товарах начинает ценевое производство возникать которое пытается получить доход кому выгодно дефицит как раз вот этим слоям они специально начинают воспроизводить этот дефицит и чем больше дефицита тем больше очередей тем и лучше мы знаем что в партии и в советском аппарате в 30-е годы все время проходила чистка постоянно потому что он все время забивался партийный аппарат все время забивался государственным хозяйственным кем он забивался забивался в первую очередь представителями конечно мелкобуржуазных слоев интеллигенция но рабочий человек в плане личной карьеры спокойно себя ведет не выбегает не требует каких-то там продвижений по службе интеллигенция она немножко другая она капризничает начинает думать что она очень одаренная что только она справится с этим начинает себя постоянно рекламировать естественно что она попадает на эти должности занимает стремиться туда налезет туда их все время надо вычищать потому что трудно понять на позициях рабочего класса она или на мелкобуржуазных позициях стоит и вот к этому 65-му году вообще чистки все прекратились и весь партийный аппарат честно говоря начинал забиваться вот этими представителями вот этих сословий и слоев которые пока находились на нелегальном положении мелкобуржуазных в результате возникших дефицит инфляции следующий у нас это 90-й год переход к рынку открытый причем под флагом ленинского НЭПа мы говорили о том что ленинский НЭП вводили для того чтобы усилить социалистический уклад он рост быстрее чем частнокапиталистический как он достаточно окреп было начато наступлением все остальные были вытеснены уклады здесь социалистический уклад теневой есть мелкобуржуазный уклад какой НЭП по сути дела был легализован как раз вот этот теневой бизнес его легализовали открыто переход к рынку то есть прикрытие ленинским НЭПом это просто что человек не разбирается и не понимает для чего водился НЭП и что это такое это просто болтанья здесь открытый переход к рынку все это уже переход к капитализму политические ошибки которые можно выделить прежде всего это 1936 год это еще сталинское время было принято конституции где изменились принципы формирования Совета Советской власти если раньше избирательные округа избирались к производственному принципу с определенной нормой представительства чтобы обеспечить рабочим большинством то здесь было принято всеобщее равное избирательное право территориально избирательный округ считалось что это расширение демократии но в действительности формально расширение демократии не означает ее фактическое между слоями что все противоречия от равных прав фактически все вот эти противоречия снимаются нет поэтому это привело в конечном итоге к отрыву депутатов от избирателей тех кого мы выбирали мы их не могли отозвать потом мы слабо вообще представляли кого мы выбираем на последних стадиях каких-то людей незнакомых нам совершенно то есть вот этот принцип привел к по сути дела парламентскому буржуарному парламентаризму да буржуарному парламентаризму следующий это 62-й год вы знаете эти события в Новочеркасске в 61-м году партия отказалась диктатуре пролетариата установила общенародное государство экономические вот эти все начинания которые проводил Хрущев привели к инфляции к резкому сокращению выпуска продукции основных товаров к росту цен и это совпало еще и с понижением расценок с уменьшением заработной платы вместо снижения цен увеличение цен еще снижение заработной платы понятно что это вызвало недовольство в рабочих они выступили с экономическими требованиями вполне справедливо как себя провело Хрущевское руководство оно пренебрежительно достаточно отнималось к этому провоцировало массовые выступления чем воспользовались и конечно и антисоветские элементы разогревали применило силу оружия то есть политическая ошибка доверие между рабочим классом и партией уже было подорвано если перед этим рабочий класс можно говорить о доверии после этих событий наверное уже рабочий класс больше не доверил коммунистической партии ну и в 86 году это уже 27 съезд опять легализованы наукобуржуазные вот эти деятельности в виде поплативов курс на перестройку курс на плюрализм мнений а мнений каких разных классов и слоев и вот здесь как раз нужно искать зарождение опять многообразия политических партий которые выражают мнению классов и слоев этот весь плюрализм начался по сути дела переходный период от социализма к капитализму рабочий класс немножко был не верил в коммунистическую партию был деморализован после особенно курса на рынок начал массово покидать партию из ориентирования и всю борьбу на себя принял авангард на 28 съезде мы знаем было заявление меньшинства съезда о том что курс на рынок лечение капитализма социализма приведет к страданию бедствиям и капитализма это не тот путь однако большинство съезда было Горбачевска она двигалась уже в другую сторону ну и завершилось наверное это вот в 93-м году окончательно когда расстреляли остатки советской власти символа октября 19-го года когда вышел опять защищать авангард по сути дела вокруг защитников бедовского корпуса но силы были неравны поэтому окончательно утвердился капитализм ну и что к чему мы пришли сейчас значит партия она коммунистическая по сути дела перестала быть коммунистической советы перестали быть советскими и в настоящее время оппортунизм очень серьезно коммунистическими движениями в 18-м году когда Ленин выступал за изменение названия партии от РСДРП коммунистической стал демократической коммунистической один из аргументов был что надо отмежеваться от оппортунистических партий второго интернационала коммунистической чтобы отличать стал демократической потому что легче ориентироваться рабочим теперь все вот эти партии оппортунистические они уже тоже называются коммунистические и чтобы понять отличия надо глубоко влазить в их программы смотреть за их политическими действиями только надо знать по одному названию уже не отличить они все уже мимикрировали вот здесь борьба с оппортунизмом разоблачение в этой линии ту которая и продолжает значит нести дальше все эти ошибки в своих программах этой партии это наша задача состояние рабочего класса в царский период рабочий класс боролся имел практику революционной борьбы за заработную плату за власть были славные революционные традиции наступил период строительства социализма какие требовались качества от рабочего класса совершенно другие власть уже завоевана надо было организовать строительство надо было работать честно бескорыстно потому что работали сами на себе вот эти качества сейчас они во многом сохраняются отсутствует во-первых желание бороться потому что еще некоторые воспринимают государство как нечто не как нечто чужеродное а что-то такое неизбежное по крайней мере необходимое неизбежное и плюс какая-то воспитанность к работе вот эта самоотдача дисциплинированность и прочее а это уже буржуазное государство здесь надо по-другому себя вести здесь надо как раз стараться сохранять свои силы здоровья бороться за заработную плату за забастовки за коллективные действия профсоюзы должны быть другие задача профсоюза уже не организация производства не распределение путевок следить чтобы всем так сказать многодетным и прочим чтобы они нормально чувствовали себя и другая задача профсоюза это все продолжается по старинке поэтому идет процесс очень сложный такой сейчас наша задача как раз помочь рабочему классу организоваться и объяснить им ситуация уже другая надо другие действия применить ну и само вот если экономически посмотреть политически мы пока не готовы а экономически готовы или нет в случае взятия политической власти рабочим классом готовы ли мы к строительству социализма готовы потому что мы видим что то что было в семнадцатом году и то что сейчас настолько колоссальный разрыв поэтому все разговоры о том что у нас банки идти что надо поддержать отечественного промышленника против западного и прочее это все интересах кого говорится интересах видимо тем кто тех кто заинтересован пока вот в таком устройстве потому что экономически мы готовы идти дальше а для этого нужно использовать все методы и средства и на том запише политическом которое сейчас в том числе и парламентские формы на словах а на деле для усиления собственно на это и будем работать спасибо пока не присаживайтесь вопросы не нет погодите вопросы у нас в письменной форме вопросы поступили я так зачитываю значит минутку внимания будь люди давайте работ юрий говорите ладно говорите порядке исключения у людей такая информация есть вот у нас дескать президент Путин хороший он занимается внешней политикой а Медведев плохой вот вы не трогайте Путина вот и моя задача что вам донести вот я распространяю газеты сегодня раз два номера можно значит надо у вас выступление давайте вопрос сейчас вопрос не можно записаться выступить можно давайте выступить можно я вам уже сказал значит давайте просто вопрос это одна буржуазная контора вопрос совершенно верно спасибо так уважаемый Степан Сергеевич есть ли с вашей точки зрения различия социализма и полного коммунизма по формам собственности говоря о задачах социализма вы об этом не сказали по формам собственности есть спасибо у нас было две формы собственности социалистической колхозная собственности социалистической государственности социалистической общенародной поэтому различия есть безусловно две формы собственности, два класса. Здесь еще тоже один момент, что из себя представляет коммунизм. Многие говорили о том, что вот Макс видел коммунизм как некая артель, ассоциирование членов, которые работают. И на этом основании они делали выводы, что здесь надо множество таких артелей создать. Олег говорил, что Макс рассматривал как единую. Одну артель. Не множество таких-то мелких артелей внутри страны, а одна артель. Вся страна-то и есть артель. Все вот ассоциированные члены. Все. То есть одна собственность. Только тогда можно будет. Следующий вопрос. Была ли у нас в 1985 году диктатура пролетариата? В 1985? Нет. Здесь наверное уже к 1985 году по политически рабочий класс не управлял государством. Но тем не менее, само по себе еще устройство общества, оно было социалистическим. Следующий вопрос. В чем заключается угнетение украинского пролетариата по сравнению с великороссийским? Или коротким? Да. Дореволюционный. Имеется в виду дореволюционный. Конечно. Дореволюционный. Дореволюционный. Ну, понимаете, вот какие-то конкретные примеры я вам сейчас не приведу. То есть я специально не изучал этот вопрос. Мы знаем, что Россия тюрьма народов. В царской статистике, допустим, аборигены Сибири, Калмыкии, мусульмане Средней Азии, они проходили как инородцы. Как оказалось, какая часть. Поэтому в общих чертах к гнету местной буржуазии добавлялся еще дополнительный гнет. Они были, возможно, поражены в правах каких-то граждан. Входились в более зависимое положение. Понятно, спасибо. Социализм, общество классовое или бесклассовое? Вопрос, Иван Михайлович. Социализм? Социализм, это, Ленин говорил, есть уничтожение классов. Но это процесс. То есть они еще не уничтожены. Это процесс. Идет уничтожение. Мы говорим о том, что есть два класса. Есть слои. Два класса, другая. Колхозное крестьянство и рабочий крестьянство. Идет уничтожение, смешение. Спасибо. Следующий вопрос. Прошу уточнить, когда в СССР начался переходный период от коммунизма к капитализму? Мы считаем, что это с времен Горбачева. Это, можно если так сказать, 86-87. Вот этот период запустился этот механизм. Это легально. Спасибо. Следующий вопрос. Как вы думаете, какие ошибки КПСС и СССР повторяет сегодня Куба? Ну, это, опять же, надо изучать. Специально готовиться по Кубе. Я то, что знаю о Кубе, по крайней мере, политически, когда они начинают бороться за право всяких мужчинств, я понимаю, что там не все в порядке. То есть вместо того, чтобы ликвидировать классовые различия, они начинают и по другим вопросам интересоваться и заниматься. Спасибо. Следующий вопрос. В условиях диктатуры пролетариата имеют ли рабочие право на забастовочную борьбу? А. Переходный период при наличии многоукладности. Б. В условиях победившего социализма и преобладания государственной общественной собственности. Я думаю, что в переходный период имеют право только на предприятиях капиталистического сектора, а не социалистического. А социалистический нет, потому что власть находится в руках рабочего класса. С кем они борются? Сами с собой? То есть у кого? С кем они? Забастовка для чего? Если власть в их руках? Где же вы в руках? Поговорите, ответы на вопрос. Я просто говорю, если это государство диктатуры пролетариата, если власть в руках, мы об этом говорим. Когда и не были в руках пролетариата. Следующий вопрос. Является ли наличие в советском обществе антисоветских и контрреволюционных элементов одной из причин временной реставрации капитализма? И необходимо ли проводить в будущем новые репрессии врагов народа для очистки общества способников авторитетических реставраций? Пока есть классы и слои, есть их представители. С ними надо бороться. А это какими формами и методами зависит от конкретных исторических условий? Там третий вопрос еще. Про религию. Пропагандистская деятельность церковников является ли она злостной и враждебной по отношению к советской власти и социализму? Еще раз. Деятельность церковников является ли враждебной по отношению к социализму и советской власти? Само по себе мировоззрение, оно не научное. Мы выступаем за научные мировоззрения, деятельность. Понятно. Спасибо. Последний вопрос. Какие недостатки имеет современный рабочий класс и как это учесть в пропаганде? Мы уже говорили о том, что рабочий класс вышел из социализма, когда перевивались другие качества и навыки. Опыт революционной борьбы получен во многом утерянно. Но здесь нужно посвящать, работать в этом направлении. Все, спасибо. Вопросы кончились. У нас пять выступающих. Ир, Огородников, Владимир Петрович. Пройти сюда можно. Иначе вас не увидят. И не услышат. И не услышат. И не покажут. Не услышат. Я сомневаюсь, что у меня отрывок был. Я же против, Владимир Петрович. Пять минут. А, я заявил. Хорошо. Сокращусь максимально. Уважаемые товарищи. Значит, я, во-первых, должен поприветствовать нашего докладчика. Очень интересный, взвешенный доклад. Детальный анализ исторический с логическим соединением. Но, вы знаете, нет причины дела для совершенства. Поэтому я обращу внимание, как Владимир Ильич говорил, Ну, вот, нам надо обратить внимание, прежде всего, на нерешенных задачах. Так вот, среди нерешенных, и в том числе по сегодняшнему, вот, по сегодняшней такой животрепещущей теме, я думаю, давно нерешенный вопрос как-то, хотя он давно был решен еще Фридрихом Энберсом. Это вопрос, вот, собственность как-то у нас все время уходит в тень. Мы затушевываем различия форм собственности. Например, вот и в докладе прозвучало, и в записке даже прозвучало уже, что государственное, и общенародное. Да не одно это и то же. Вот на чем мы споткнулись в период советской власти. Вот почему собственность? Да потому что власть и владение, это не случайно одного корня на русском языке. Кстати, не только на русском. Вот, потому что если ты ничем не владеешь, ты не властвуешь. И вот вопрос о революции, вы знаете, опять же, Маркс Энгельс еще в 1848 году, мы действительно писали, наша главная задача, то что, не власть, вот они писали, а что, уничтожение частной собственности. Вот что. Значит, форма собственности, революция это форма собственности. Сейчас мы спорим по поводу февраля, октября, 17-го года. В чем качественное различие? Ну, качественно как раз. Так вот, ошибка-то наша теоретическая и практическая, далеко идущая. И я думаю, что за счет этого мы потеряли, в конце концов, социализм в нашей стране. За счет отождествления государственной и общенародной собственности. Это не одно и то же. Я сослался на Энгельс, а теперь процитирую. В общем-то это совсем не мое открытие. Это уже давно известно. Что Энгельс специально в антидюринге писал, что в последнее время стал вырастать у нас теоретически различный социализм, который объявляет любое государствление собственности, это социалистическим актом. И он Энгельс говорит, ну если любое государственное социалистический акт, то первый социалист у нас Наполеон Бонапарн, который отразистил табачную монополию, потом и производство оружия, ясное дело. И Энгельс дальше добавляет, что государственная собственность может быть основой только одного политического строя, государственного капитализма. Государство становится, это цитирует, конечно, немецкого, государство становится совокупным капиталистом. Оно продолжает эксплуатировать тех, для которых собственность не является их собственностью. Вот рабочий, он на государственном предприятии работает. Станок, оборудование, освещение, все это, что это его? Нет, это государство. Поэтому форма собственности рождает и форму распределения, тоже строго по марсу. В чьих руках собственность тот распределяет. Распределение шло не социалистическим образом. У меня уже за плечами у самого 58 лет стажа, столько не живу, сколько я работаю. Поработал я разных предприятий, рабочий, не всю жену, а протест работы. Вот, и убеждался, ну я затянул, мне пять минут дали. Значит, убеждался многократно, вот понимаете, распределение шло по нормам выработки, да. Сверху спущенному от государства, все эти нормативы. По погонам, по звездочкам, какая звездочка, маленькая, большая, сколько просветов. А как ты служишь, это мало уже волнует. Как ты работаешь, да. Это и на уровне и рабочего, и инженера. Я вот столкнулся с этим моментом. И это вот привело нас к тому, к чему привело. Потому что главная производительная сила, человек не заинтересован в том, чтобы увеличивать производительность труда, потому что ему по нормативам пускать, ему норматив повысит, увеличить производительность труда и качество работы. Ну, так в средней отработал и в колокольной дололе. Вот что у нас сложилось к концу существования Советского Союза. Конечно, тут повлияли, опять же, это с формами собственности. И хрущевские эти все преобразования, что такое самонархоз, это организация. Это распыление государственной собственности, которая все-таки объединяет людей. Почему вот мы называем вслед за нашими классами, говорим о том, что капитализм – это вот тот строй капитализма, который создает своего могильщика. Почему? Как? Потому что это с Маркса, Ингельс, известно, капитализм объединяет рабочих крупнейших. Крупный капиталист, не мелкий товарный, не ремесленник – это еще не капиталист. А вот крупный объединяет производство в единой форме собственности. Они объедены прежде всего. И вот тут они начинают понимать, кто распределяет то, что они зарабатывают, как идет распределение. И вот этот разрыв между социалистическим распределением по труду и госкапиталистическим по формам собственности сверху с государства, вот этот разрыв и подорвал социализм. Был ли, даже некоторые могут сказать, что я против вообще того, что у нас был социализм? Нет, у нас социализм не был. У нас были общественные фонды потребления. Вот главный момент. Из которых мы учились бесплатно. Мы, вот я все свои образования получил, да, большие, бесплатно, да. А сейчас я вот думаю, я бы, наверное, вот при такой системе, в которой я жил, я бы не смог, и плюс вот наше нынешнее. Бесплатно. Это общественная форма. Фактически у нас квартиры были бесплатно, да, или там даже комната в коммунале. Бесплатно, за копейки. И образование, и воспитание, и вот кружки эти многочисленные, которыми мы пользовались, а уже наши дети и внуки, они уже не могут, потому что они все платные, и не все могут это обеспечить. За счет вот этой общенародной собственности, которая была сосредоточена в общественных фондах потребления, где распределялись не по классному принципу. Ты пролетарий, да, вот мы тебе бывший, а ты бывший буржуй, да, мы тебе меньше дадим, да. Вот, это общенародная собственность, которая не знает ни национальных, ни классовых, а личных. Это общенародная собственность. Но, к сожалению, доминировала эта государственная форма собственности, она и задавила нас всех. Вот мы сейчас, ну, все, извините. Вот, так что вот, вот так, за пафос извините. Здравствуйте, Иван Михайлович. Иван Михайлович, вы идете? Во-первых, хотелось бы поблагодарить Сергея Степановича за информационно насыщенную, ой, Степан Сергеевич, прошу прощения, информационно насыщенную лекцию. Но все-таки нельзя не отметить твердость Степана Сергеевича как диалектика, антидиалектика, вернее. Значит, вообще говоря, когда вот рассматриваешь борьбу, тут надо выкусывать что, в первую очередь? Противоречия. Какие были силы и тенденции, противоречащие строению упорного коммунизма в СССР? Можно, конечно, идти и таким образом, вот, перечислять ошибки, но, во-первых, назвать их причинами, пожалуй, все-таки нельзя. Эти ошибки, многие из которых ошибки слова следовало бы взять в кавычки, это, конечно, не причины, а уже следствия того, что были тенденции, противоречащие перерастанию социализма в полный коммунизм. И эти тенденции, они, к сожалению, были подавляемы. Вот на первом периоде, как о том Степан Сергеевич очень подробно информативно рассказал, там факты многие были очень интересные приведены. Но был период, когда эти тенденции, они нарастали. И они, в конце концов, победили нас. И вот, а эти вот ошибки, которые, многие из которых, и не ошибки совсем, это уже следствие этих тенденций. Вообще говоря, этих ошибок было бесчисленное множество. Здесь, так сказать, взяты некие основные, но, скажем, такая крупная теоретическая ошибка, как концепция развитого социализма, здесь не присутствует. Но это неудивительно, потому что, еще раз, объять все вот эти вот ошибки, которые произрастают из тенденций негативных. А тенденций этих не так и много, они хорошо перечислены в работе Михаила Васильевича Попова, соответствующая статья есть. У нас на сайте противоречия социализма ВССР, привешившие к реставрации капитализма. То есть, это вот тенденции, их ограниченное множество, их можно перечислить, конечным образом изучить. А этих вот ошибок, это, конечно, хорошо тоже подумать, их разделить по градациям, это вот элементы формальной ролики. И еще вот одно, что хотел бы сказать, вот о борьбе профсоюзов, борьбе рабочего краса в период первой фазы коммунизма. Государство у нас, как совершенно верно сказал Степан Сергеевич, это уничтожение красов, социализм есть уничтожение красов. Говорить, что они есть, нельзя, потому что это первая фаза коммунистического общества, бескрасового. Говорить, вот дардонить просто, что это бескрасовое общество, это бескрасовое общество, но это тоже не очень хорошо, потому что, ну раз бескрасовое общество, значит, зачем государству, тогда нужна диктатура пролетариата. то получается государству не нужно, государству это аппарат красного насилия, это понятно. И получается, а вот именно уничтожение красного, Степан Сергеевич хорошо Ленинск эту фразу привел, но краса-то не уничтожится сами по себе. Есть крас, который наиболее полно заинтересован в уничтожении красного отделения. Это рабочий крас. И не надо рабочему красу мешать бороться за уничтожение красы, в том числе и путем забастовок. Но ничего страшного в этом нет. Были волнения на заводах весь период советской власти, были они и при Сталине, были они в том числе и в период Великой Отечественной войны на оборонных заводах, но отношения при этом были такие, как пропагандировал Ленин. Он говорит так, что если у нас забастовка, это наша недоработка, это мы виноваты, а не рабочие, которые бастуют. И приезжал на завод первый секретарь обкома, и после этого там разбирался, говорил с пожирными рабочими авторитетными, и, так сказать, устанавливали порядок в интересах рабочего краса. Может, не всегда так было, но, по крайней мере, такие примеры, в том числе и в оборонной промышленности, мне известны. И, конечно, профсоюзы, их задача – это отстаивать интересы рабочих, отстаивать интересы трудящихся. Отстаивать от тех интеллигентов, управленцев, которые неправильно понимают социализм, как уничтожение красов, и которые понимают его, как для закрепления и сохранения своих различий. Ну, наверное, надо и совесть знать, так что поэтому на этом я остановлюсь. Спасибо. Вот так. Денис Евгеньевич, микрофон, пожалуйста. И положение камеры не прошло менять. Товарищи, ну, поскольку у нас сегодня лекция будет, темой лекции являются причины временного поражения социализма, значит, уложусь, только с просьбой не перебивать. Степан Сергеевич перечислил 9 серьезных причин, то есть политических ошибок. Товарищ Огородников рассказал весьма подробно еще об одной очень важной ошибке, которая и причине. Я дополню. Дело в том, что Степан Сергеевич не все ошибки перечислил. Значит, после смерти Сталина при Хрущеве было допущено несколько серьезнейших ошибок. Значит, одна из главных, это, как уже упоминалось, отказ от репрессии, отказ от чисток общества от злейших врагов социализма. И эти враги социализма начали пролезать тихой сапой в органы госвластия. Следующими серьезнейшими ошибками стало уже в экономическом блоке расформирование Хрущевым машинно-тракторных станций, которые были общенародной собственностью, и насаждение кукурузы по всем регионам, что нанесло колоссальнейший вред сельскому хозяйству. И это, кстати, вот эта кукуруза расформирования МТС, это стало одной из причин волнения и справедливого восстания рабочих в Новочеркасске, которое было жесточайше подавлено. И совершенно беззаконно подавлено. Следующими ошибками, серьезными ошибками, которые были уже допущены во времена Брежнева, являются заигрывание власти с антисоветскими и контрреволюционными элементами, отпускание этих контрреволюционных антисоветских элементов за границу, когда их попросту выпускали туда, и они там могли творить всякие мерзости. Ну, тот же Солженицын, самый яркий пример, отпустили лютого врага. Значит, заигрывание власти, начиная с второй половины 70-х годов, со представителями лжетворческой псевдоинтеллигенции, со всеми этими лжехудожниками, псевдомузыкантами. Эти примеры хорошо известны, я сейчас не буду на них подробно останавливаться. Пять минуты. Значит, и последней такой серьезнейшей ошибкой, политической ошибкой, стала легализация религии, когда в 88-89 годах легализовали фактически право церкви не только на собственность, но и на идеологию, то есть вседозволенность, вот эта легализация вседозволенности антисоветской пропаганды церковниками, это стало тоже одной из существенных ошибок. К сожалению, вот об этих не сказали, пришлось мне, благодарю за внимание. Дмитрий Алисович, Говори, Захаров. Не так давно я встретил Попова на улице, мы с ним поговорили, неожиданно пришли к общему, не надо, и так громко говорю, не так давно пришли к общему мнению, что однопартийная система неизбежно сделает из партии головастика. И эта голова, в конце концов, будет не очень умной. Ну, вспомните хотя бы своего Брежнева, который и всю страну позорил, и социализм тоже. А монополия на власть, на истину, любая монополия, это смерть диалектики. Вот это главный просчет Ленин, что он однопартийную систему ввел, а потом, как просчитать все это, к чему это привело уже... А вот эти все правильно писали ошибки, но так же не может быть. Маркс правильно написал за полтора столетия до чего-то там, а те люди, которые делали, все время что-то ошибались. И у Сталина были губительные корни движения к рынке Хрущеву, Брежневу, но последний Горбачев, он крайне значимый, у него все свалили. А теперь выясняют, что у Ленина были. И Ленин пишет. Мы уже пересмотреть, а в ней страну как целый может торговля. Вот и все. Давайте Ленина не трогать. Слушай, сиди там, а. Вот так вот. Давайте не надо. Вот сбил меня. Вот это утверждение, сейчас наша страна по разрыву между бедными и богатыми. Наверное, на первом месте. Самый большой разрыв у нас. Так вот это утверждение, которое так любит в своих газетах писать, что чем больше заберет революция, чем меньше отберет контрреволюция, это Ленинское утверждение. Оно неверное. Природа, то есть ваша диалектика, опять все растащит по своим местам. Правильно так сказать. Чем больше заберет революция, тем больше энергии, с большей яростью хлынет назад контрреволюция. Опять все будет так вот. Потому что должно развиваться. А развиваться что должно? Должны быть полюса. Там и здесь. При социализме, да. Рабочие, простые люди жили. Да, неплохо. Ну, более-менее так средненько. Противоречий не было. Во что превратились? Смотрели, конечно, фильм «Бриллиантовая рука», там две песни. А нам все равно. Марионетки без стали просто. Ну и вторая песня, там и остров нигде, и про наши сельские хозяйства. Ну, конечно же, вы хотели. Спасибо. Микрофон, пожалуйста. Так, Дмитрий Ракайевич, я тоже думаю, что надо... Нет, лучше возле Марса. Значит, не Маркс красит человек. Значит, спасибо Степану Сергеевичу за выбранную тему и за сделанный доклад. Значит, и глубокий, и подробный. Значит, я думаю, что не все уловили абсолютно верный заход, диалектический причем, значит, с которого начал Степан Сергеевич о том, что при социализме классовая борьба продолжается, она никуда не сдевается. Только в других формах. Потому что он 10 раз не сослался на Гегеля, это... Не значит, что диалектики нет. Значит, и в данном случае я вот что хотел сказать, что уже 30 почти лет нам приходится общаться, особенно это заметно с зарубежными товарищами, и один и тот же вопрос задают. слушай, а почему? А как же так? А как же вы, так сказать, и, грубо говоря, просрали социализм? Ведь у вас такое было и общество, и достижение. Вот первые годы прямо это злило. Думаю, что сколько же можно? Потом уже писали, значит, составили доклады, программы, все известно. Сейчас приезжаешь, то же самое. Один и тот же вопрос, а почему? А как? И уже не злишься, уже понимаешь, что это закономерно, это объективно. Пока мы это дело не научимся объяснять, в том числе у нас, вот здесь сейчас, каждый день в нашей работе, тогда нам на успех особенно рассчитывать не приходится. А дальше следующий вопрос объясняет. А как? А как вы гарантируете, что не повторится, если вновь? И пошло-поехало, да? А что вы будете делать после вдруг во власть, так сказать, ну достанется, завоюет? А где план? А как чего? И вот это очень интересно. Поэтому эта тема, она постоянно и, наверное, в курсе учебы, партийной учебы, в фонде рабочих-корреспондентов она должна быть каждый год, а может быть и каждый семестр стоять под разными углами, в разных жанрах, может быть и семинары надо, и аргументы, и вопросы, и прочее. Вопрос по Кубе задал я, потому что на каких-то конкретных вопросах легче иногда бывает понять, насколько важны общие подходы, закономерности и применение конкретной ситуации. Наши КПСС поздно, когда многие вот здесь сидящих вступили в борьбу против Горбачевщины, рынка, она собой представляла уже не коммунистическую партию, по большому счету. И вот тот рецепт, или ответ, который Степан Сергеевич назвал, это мы выработали вот в процессе вот этой дискуссии, что когда в очередной раз задавали, а почему, коротко отвечали, потому что КПСС уже была не коммунистическая, а власть уже была не советская. Вот это короткий ответ. А в КПСС все равно были наиболее активные элементы, наиболее деятельные, каррелисты, ученые, начальники, активисты, но они были уже в разные стороны направлены. И поэтому, когда наш представитель профессор Сергеев вышел на трибуну 28-го съезда партии и начал свой доклад от имени движения КОМ-Инициативы, он к людям обратился к товарищу коммунисты, товарищи легальные марксисты, правые и левые социал-демократы и другие члены нашей партии. Вот это была картинка в зале некий смех, аплодисменты, но это абсолютно точно. Теперь возвращаемся к Кубе. Куба сейчас пошла на допущение многоукладности в своей экономике. Они уже сами, коммунисты Кубы докладывают, что у них порядка 200 тысяч мелкой буржуазии, собственников так называемых, самозанятых и прочее, прочее. И на вопрос, а как с их интересами, обособленными интересами экономическими и политическими, которые неизбежны будут, они отвечают нет, все интересы будут выражать наша партия и капиталов и так далее. А китайцы пошли еще дальше. Они включили в программное положение, что их социальные базы являются в том числе не только рабочий класс, но и предприниматели, то есть буржуи, и допускают их партию. Вот это как раз та ошибка, которая, я думаю, она наиболее наглядно видна. Если уж приходится идти на такие вещи, как допуск частнокапиталистических элементов, пусть они свою партию организовывают, пусть они свои интересы отстаивают, а коммунистическая партия выражает интересы рабочего класса, и не может коммунистическая партия выражать интересы класса капитала, потому что так или иначе она будет в ту сторону скатываться, и мы с сожалением, но прогнозируем, что скорее всего китайские товарищи повторят печальный опыт КПСС в этом деле. Вот на это я хотел обратить внимание, и еще одно. Конечно, когда мы говорим о советских временах, то часто употребляют выражение, что рабочий класс разучился в советские времена бороться, и вот сейчас по сравнению с западным рабочим классом, вроде у нас и забастовок меньше, и демонстраций пожиже, и стотысячные там не выходят массы на улице, требуя там отставки правительства рычагой, и так далее, и тому подобное. И это, конечно, вопрос, который тоже и практический, и теоретический. А как вот в советское время при социализме в качестве, пусть скачается, динамики больше интересны, в каких формах вот эта борьба должна осуществляться? Я думаю, что правильно подвел докладчик нас к мысли, что при социализме вот этой формой борьбы рабочего класса за свои права должно быть участие в управлении. Это как раз вот то продолжение ленинского положения кухарки с выходом на то, что мы должны стремиться к поголовному привлечению участия в управлении всей бедноты всего, так сказать, рабочего класса и прочее. И здесь бы я думал, что, наверное, большим куском остается не очень доисследованным вопросом обзавкомов, которые были ликвидированы, о том, как дальше, какие формы используются в частности, но вот как человек с завода я утверждаю, что потребность в участии в управлении, она вот была пренепременно у людей. Это особенно заметно, знаешь, вот по характеру партсобрания. Мне пришлось, значит, начиная с завода, да, а потом я волей судьбы попал секретарем Борткома научно-производственного велики. Так вот, на заводе партсобрания, это как производственное совещание, мать-перемать, и план не так составили, и заготовки диспетчерский отдел не подает вовремя, и, так сказать, трубы перекалили, алисы летят, оснастка не обеспечивает нам должной точности, а там и пошло-поехало, понимаешь? И особенно это чувствовалось, когда же такие были моменты, как освоение новых изделий, например, да, или запуск новых производств, так далее. Вот, ну, чувствовалось, что вот без этого участия всех, и хотели участвовать, и советы давали, и совещания там с рабочими проводили, и по ночам работали, оставались, и прочее, прочее. А в институтах уже другое дело, знаешь, доклад читают, наши задачи в свете решений ноябрьского пленума, кто-то диссертацию пишет, кто-то там шахматные задачи решает, кто-то просто древних, ничего-то такого. потребность была, потому что не смогли вот это дело реализовать, как скажут, я думаю, это вот, значит, то, зачем надо думать, оно вытекает тоже вот из тех ошибок, о которых говорил Степан Сергеевич, что, значит, то, чего стоит ну, думать, как преодоление. И маленький пример забастовок. Вот я первый раз в забастовке участвовал в 74-м году. Значит, получил диплом в феврале месяце инженер-механика, собрал рюкзак и через два дня я был в коме вместе с бригадой, значит, валили лес и строили вертолетную площадку в 36-ти километрах от печёра. Так, значит, вагончики, дизель-электрическая станция провезённая, нас там человек 25 и с нами работают специалисты, пронавщики, бульдотерристы, геодезийсты. 15 минут уже говорите, не хватит. Заканчиваем. Про забастовку. Про забастовку. Не надо. Вот она не проглядывается. Класс и подходит. Зарплату не привозят. День не привозят. Два эти мастера не надо. Объявляют забастовку. Всё, на работу не выходят. А мы ведь на халтуре по простому народу. Деньги же они сами не появляются. Лес валить нет. Никто, ничего. Картолётная площадка почти полтора гектала отсыпана в снегах песком, ровная, посередине бетонная плита. Мы договорились с москвичами в футбол сыграть. Залетали я в вагончик, и дядь Вась, бульдозеристу, слушай, заводи бульдозера. Что? Ты штрейкбрехер? Я тогда и слова ещё не очень знал. Дядь Вась, ты что? Нам плиту убрать, футбол будем играть. А, сейчас сделаем. Поэтому были и тогда примеры этой борьбы и решались. Но главный вывод, что сила рабочего класса она в организованности. А организованность хороша, когда она прикладывается к мозгам. А мозги от партии. Тут других рецептов нет. Поэтому очень правильно нам докладчик схему нарисовал, ошибки перечислил. Роль партии подчеркнул. Поэтому будем учиться успехов нам всем в этой борьбе. Партия деградировала у нас стена, да? Ну, были и такие случаи, сегодня и не видны. Последние наступающие. Я останавливаюсь на одном вопросе, как мы все хорошо знаем. основной вопрос, ничего вопроса, это вопрос о власти. Поэтому полностью согласен и поддерживаю Стана Сергеевича, четко предсказал, что сущность советской власти это диктатура пролетариата. Вспомним также великого населения в этом диктатура пролетариата, руководящая роль рабочего класса, до полной победы, до полного уничтожения класса. Когда эта диктатура пролетариата была выкнута, поставили на ней крест в 19-м году правящей партии. Причем, если мы откроем тех программы, там так сказано, что диктатура пролетариата выполнила свою роль. На ее место общенародное государство. Не важно, как называют. Вспомним еще одно великое население, что может быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура бургарсии. Середины нет. Поэтому я бы, конечно, хотел здесь постурить с Степаном Сергеевичем. Вот с этого периода у нас начался с этого момента обратное движение от коммунизма к капитализму. А дальше уже, что называется, последующие шаги. 65-й год реформа, когда вместо советской экономики, ориентированной на себестоимость, тоже полностью согласен с Кваном Сергеевичем, поставили, я так называю, товарность, а 90-е годы это уже окончание переходного периода. Скажем, приватизация, это уже юридическое оформление, частное собственно. Так, и заключить на слово. Спасибо всем, кто задавал вопросы и выступал. Прежде всего, Виктор Аркадьевича, хочу поблагодарить, он указал на типовые ошибки, которые совершают в социалистических странах при строительстве социализма, которые мы здесь обсуждали. заострил внимание на то, что действительно наша задача вовлечения в управление, она очень важная, и она может быть недостаточной у нас решалась в советское время и во все периоды, при разных генеральных секретарях. Это очень важный момент. Что касается Владимира Петровича о государственном капитализме и собственности и прочее, здесь можно, наверное, не согласиться, потому что государственная собственность государства это классовое, орудие классового господства. Какого класса? Общенародного государства? Государственного капиталистического, вы сказали? Ему это название сущности. Какого класса оно выражалось сущности? Предположим, предположим, был класс, сказать, управленцев. Он мог основное, основное собственность это право наследования. Он мог наследовать, передавать по наследству. Поэтому я здесь не согласен. давайте. Иван Михайлович Герасимов обвинял меня в это... назвал антидиалектиком. Почему? За что? За что? За то, что я критикую идеализм Гигеля. Поэтому я антидиалектик. Нет, я анти... идеалист. Про... Сказал, что есть тенденции негативные, надо было больше заострить внимание, но я заострял на них. Негативные тенденции, они выражают интересы и борьбу классов слоев. Я как раз об этом и говорил. Разные классы и слои, они создавали разные тенденции, разные движения. Про профсоюз и забастовки, ну, Иван Михайлович стоит на позициях анархосиндикализма, постоянной забастовки в любых условиях. Твердо стоит. Да, твердо стоит. В авторитет Ленина, в то же время Ленин выступил за исключение Шляпникова из партии, лидера рабочей оппозиции, который занимал схожие позиции. Скажем так. Дмитрий Олегович Денисов правильно сказал про МТС, здесь не можно согласиться. Отдельная тема. Что касается выступления товарища Захарова против однопартийной системы, потому что в этом идет корень. Я еще раз говорю, что партия это высшая форма классовой организации, самая лучшая сознательная часть класса. Класс, что он должен организовываться в десяток партий, вообще выражая твой интерес за чего. Здесь непонятно. Это не было направлено. Поэтому здесь я не соглашусь с товарищем. Ну и про НЭП, я так понимаю, что не совсем понимает товарищ Захаров, сущность НЭПа, хотя, вроде, старался объяснить. Видимо, не очень удачно это получило. Ну, Виктор Иванович, наверное, выражает точку зрения в основном, что переходный период начался с 61-го года, что с этого момента перестало быть государство социалистическое, начался переходный период капитализма. Ну, здесь тоже, наверное, нельзя согласиться. в полной мере, все-таки по социальному, по фону, по распределению, оно еще стало социалистическим, были гарантии определенные. Безработицы не было. Не было этих атрибутов буржуазных, их не было. Были тенденции, они продолжались. Причем, в этот период некоторые, вот, мархистская ленинская партия Германии, причем, этот период называется социал-империализм. Они разрабатывают эту теорию. Поэтому здесь не соглашусь с Виктором Ивановичем. Полагаю, что вот этот переходный период начался все-таки с Горбачевских времен, хотя тенденция, она накапливалась, и она начинала побеждать социалистическую. Здесь можно согласиться. Спасибо всем. Спасибо. Следующая тема лекции история и перспективы борьбы за сокращение рабочего деления. Здесь не считается кандидат медицинских наук Юрий Денис Бойков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.